Вот и сработала символическая красная кнопка, вот и оживают спустя пять лет показатели на электротабло. Теперь специалисты говорят однозначно, Саяна-Шушенская полностью восстановлена, а вместе с ней и вся энергосистема страны. Гидроагрегат номер два тогда, в 2009-м, стал эпицентром аварии. Колоссальная сила воды просто вырвала крышку и саму турбину. Пострадал сам машинный зал, остальные девять агрегатов, а главное, погибли 75 человек. Когда произошел взрыв и вся автоматика отказала, Александр Катайцев в составе группы Эльдара Багаудинова вручную опускал задвижки на водоводах. Это, возможно, помогло сохранить тысячи жизней. Однако именно в момент аварии молодой энергетик находился в помещении под одним из агрегатов. И 17 августа 2009-го теперь его второй день рождения. Буквально за стеной тогда погибла целая смена рабочих. Это произошло, видимо, все эти колоссальные разрушения, масштаб. Трудно было представить, что на самом деле даже в такой довольно-таки короткий срок это все было восстановлено. Все строительные конструкции, оборудование, все было заменено. Это очень важно. Сейчас для всех нас станция возродилась и продолжает это работать. Восстановление станции стало делом чести для энергетиков. Уже на первом этапе в 2010-м было запущено 4 наименее пострадавших агрегата. Год спустя на станцию из Петербурга морским путем одна за одной были доставлены новые турбины. Что немаловажно, аварийная станция сумела не допустить подтопления населенных пунктов ниже по течению. Теперь ГЭС имеет мощную автоматическую систему защит, а за ее состоянием следят тысячи датчиков. На торжественном запуске последнего гидроагрегата в своем видеообращении к работникам США ГЭС из Владивостока Владимир Путин отметил, она вновь вернула себе статус флагмана российской энергетики. Уверен, что эта работа приведет к тому, что не только улучшится электроснабжение сибирского региона, но и СССР внесет свой существенный вклад в стабильную работу всей энергосистемы страны. Пять лет для восстановления такого объекта действительно короткий срок. От начала до конца всем процессом руководил Игорь Сечин. Сегодня же он вручил государственные награды отличившимся работникам. Среди них немало специалистов самой станции. Я хочу пожелать удачи вам в этой станции и дай бог всем. Спасибо вам большое. Стоит отметить, после трагедии 2009-го СШГС, Черемушки и его жители стали особенными для местных властей и для Русгидро. В поселке появилась масса социальных и спортивных объектов. Сегодня, спустя пять лет, кажется, люди наконец пришли в себя. Мы все-таки рады, что поселок у нас стал красивым. Чувствуется забота о нас. Потому что раньше внимания на нас не обращали. Сейчас мы любуемся. Мы видим красоту нашего поселка. Школа наша какая-то шикарная. Да, мы гордимся этим. Надо жить, продолжать, чтобы все было. Эта жизнь продолжается. Как говорится, поколение растет. В день запуска агрегата в Черемушках большой праздник с выступлением российских артистов. Но здесь каждый помнит. Восстановленная станция навсегда останется для всех не только жемчужиной гидроэнергетики, но и памятником тем, кто ушел безвременно, тогда в 2009-м, и тем, кто ее восстанавливал. Центральный пульт управления СШГС оборудован новой видеостеной. И это впервые в истории российской гидроэнергетики. Специалисты отмечают, прежний традиционный щит управления уже давно нуждался в замене. То оборудование было проектом 68-го года, реализовано в начале 78-го года. С тех пор оно не менялось морально и практически оно устарело. Нынешняя система управления позволяет все выполнить совершенно на другом уровне. Видите, что получилось все наглядно, красиво, соответствует стандартам электроснабжения. Центральный пульт управления станции – это, по сути, ее мозг. Гигантский дисплей размером 12 на 3 метра. Сюда стекается информация всех жизненных показателей. Причем не только СШГС, но и Маинской и Круя 500. В общем, на экран можно вывести практически любую информацию, существующую в системе управления процессом, от аварийной сигнализации до измерений, полученных с контрольно-измерительных аппаратов. Сегодня видеостена функционирует в опытном режиме, и в ближайшее время, говорят специалисты, экран будет введен в промышленную эксплуатацию. СШГС является счетом России. Мы занимаем седьмое место в мире по мощности, первое в России. Шестиклассница Ярославна может долго рассказывать о чудесах необъятной России. В списке, несомненно, нашлось место из Саяно-Шушинской ГЭС. О соседнем кабинете мальчишки разбираются с конструктором. Говорят, собрать можно из него все, что угодно. Если фантазия хорошо будет развита, то можно будет и вертолет собрать, и хоть что, и хоть карабан. Первая школа в Черемушках после капремонта, словно после успешной пластической операции. На средства Росгидро здесь в течение прошлого года отремонтирован фасад, внутреннее перекрытие, установлена новая коммунальная система. Но главное – учебные классы. Школа полностью поменялась, внешний вид ее изменился просто до неузнаваемости. Процесс обучения особенно не изменился, стало намного интереснее на уроках. Начали показывать какие-то интересные фильмы при помощи того, что у нас теперь во всех классах есть интерактивные доски, проекторы. Там показывают много интересных фильмов, презентаций, аудио каких-то файлов. Стоит отметить, вместе с ремонтом учреждение приобрело массу различного оборудования. Кажется, про банальные мел и тряпку здесь уже забыли. В каждом классе интерактивная доска, каждый ученик имеет на парте ноутбук. Именно так теперь и выглядит одна из лучших школ страны. Но а педагоги теперь и сами, кажется, учатся вместе с детьми. Мы имеем теперь такие возможности, которых у нас не было, о которых мы даже и не знали. Потому что в период строительства мы давали свои заявки, пожелания на то, какой бы мы хотели видеть нашу школу. Поэтому мы считаем, что оснащение наших кабинетов, особенно физики, химии, кабинета биологии, географии, оно соответствует всем современным нормам. То есть мы имеем возможность такую, которой нет у учителей. И, конечно, приятно, что и дети видят то, к чему стоит стремиться. Наша школа была открыта в 1973 году. И за 41 год вот такого глобального, грациозного ремонта школа, конечно, не видела. И вот компания «Русгидро» в августе 2013 года был начат капитальный ремонт здания школы. Целый год мы находились в ремонте, дети обучались в других образовательных учреждениях поселка. Ну, сами увидите, что у нас здесь уютно, красиво, светло и тепло. Сегодня в этой школе учится порядка 500 учеников. Большинство из них, несомненно, хотят в будущем связать жизнь с гидроэнергетикой, как их родители. Ну, а такие условия – отличное начало к развитию высококлассных профессионалов, какие и должны быть в «Русгидро». Программа развития инфраструктуры «Черемушек» не обошла стороной и местный дом культуры «Энергетик». По сути, здание – ровесник Саяна-Шушенской ГЭС. За 36 лет при финансовом участии СШГЭС здесь дважды проводились серьезные ремонтные работы. Нынешний ремонт, реализованный при поддержке «Русгидро», стал самым масштабным. В зрительном зале было заменено напольное покрытие, установлены новые, а главное – комфортные кресла, при этом благодаря незначительному сокращению посадочных мест удалось сделать зал гораздо удобнее, расширить проходы между рядами. Еще одним долгожданным нововведением стала установка комфортных дверей запасных выходов, замена прогнивших полов в тамбурах. «Русгидро» на протяжении многих лет оказывает финансовую помощь, энергетику на проведение различных мероприятий, регулярно организует для жителей поселка бесплатные концерты, спектакли и выступления звезд российской эстрады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова